Киев получил нового главу столичной патрульной службы, боевой офицер Александр Фацевич, 28 лет, комбат батальона «Свитязь». Чего нам ждать от таких назначений? Я думаю, что его сожрет система, он не успеет опомниться даже. Его уже сожрало в тот момент, когда он дал соглашение на должность. Там же новая патрульная служба будет, там же новые мальчики и девочки. Новые мальчики и девочки, да, их система введения таких кушала, да, и скушает и этих тоже. Знаете, ну, зато народ резвится во всех соцсетях, особенно женский пол, хочу парочку твитов процитировать. Ну, впечатление он произвел, да? Ну, сначала Майкл Щур, он же Винтонев, да, коллега. Той момент, когда девчата, которые вступили в полицию, зрозумели, что взорвали джекпот. Ах-ах, у меня вся женская половина ленты заразилась вирусом Фацевич. У Киеве может ризко погärшиться криміногенная ситуация. Серед жёнок вони готовы піти на все, щоб їх арештував головный полисмен Инна Неродик. Эка с Гуладзе подбирала, она женщина, я так понимаю. Да? Она понимает, да, как кто нужен в столице, да, какой полицейский. Ну, теперь ему осталось ходить в смокинге с галстуком, да, и завести модную небритость, и растягнуть нижнюю пуговицу пиджака, и позировать на приёмах. Это вся его задача, на самом деле, как головная полиция. Мы же не ожидаем всерьёз, что он будет ездить на машине и кого-то там арестовывать. Это не то. Я говорю, поймите, я глубокий скептик относительно всех этих, так называемых, фиговых листочков, вот этих всех реформ и так далее, и так далее. Я вам назову одну невесёлую вещь. Вот пока в этой стране вдовы бегают с детьми, по 9 месяцев выбивают себе статус, мужу статус участника боевых действий и пытаются получить помощь, все остальные реформы не имеют никакого значения. Страна, воюющая тем более, определяется отношением к своим мёртвым. Мы очень плохо относимся к мёртвым, как общество, как страна, и в целом, я уже не говорю про власти, и это показывает наше истинное текущее состояние. Вот и всё. А все вот эти назначения и перезначения, ну хотя бы струя веселья пронеслась в Фейсбуке, уже хорошо, и в Твиттере, да, уже на этом как бы всё отлично. Вот когда изменится отношение к погибшим, тогда можно будет говорить о чём-то всерьёз. Продолжение следует...